Вадим, удалось послушать так, абстрадируясь от того, что это вы и есть? А как бы вот сейчас вот нейтрально вместе со всеми в студии получилось? Мне нравится. И нравится и перевод, и, опять же, буду нескромным, и музыкальное оформление. В втором альбоме принимал участие очень активный, достаточно известный российский музыкант Юрий Наумов. Он выступил продюсером и автором большей части музыки. И вот здесь эту песню мы превратили в полу-регги, полу-рок-н-ролл, который достаточно забавный вышел. Я только не знаю, надо ли превращать Высоцкого в регги и в рок-н-ролл. Но это, опять-таки, вкусовщина. Кому нравится поп, кому попадя, кому попова дочка. Знаете, Вадим, я честно вам могу сказать, я сейчас совершенно не говорю лично о вас, но все попытки, которые я видел и слышал паразитировать на Высоцком, а я это называю именно паразитированием на Высоцком, они были чудовищно неудачны и неуклюжны и убоди. Я видел нескольких товарищей, которые на иврите пытались хрепеть и орать Высоцкого. Я видел сейчас нескольких товарищей, которые являются суперзвездами нынешней убогой российской эстрады, которые, если считают, что они орут так, что у них глаза вылезают из орбиты, хрепят, то они, значит, являются исполнением. И ничего никогда не получалось. А, там еще есть актер средней паршивости, который считает, что он похож этим на Высоцкого. Абсолютное, значит, ничтожество. Вот, вы знаете, в чем дело? Ни у кого ничего не получалось. Два раза я слышал исполнение Высоцкого, которое мне понравилось. Я, опять-таки, о присутствующих не говорят. Причем оба раза это было исполнение женское. Влади, который блестяще поет его женские песни. Эта песня такое ощущение, что как будто написаны Высоцким для любимой женщины. И она поет их блестяще. Отчасти. И Галя Хомчик, которая тоже поет женские песни. Мне кажется, как ни поразительно, как ни поразительно, именно женщинам удалось нарушить в какой-то степени вот эту традицию невозможности воспроизведения повтора Высоцкого и своим лиричным, мягким, мелодичным, без всякой хрепоты, без всякого надрыва исполнением. Вы согласны с этим или нет? И да, и нет. Женщинам действительно проще исполнять Высоцкого, потому что исчезает момент ассоциации сравнения с оригиналом. У них больше свободы. Мужчина, фактически как ни кинь, всегда будет сравнивать с оригиналом. У женщин, им в этом повезло. И действительно, Марина Владя очень хорошая тому пример. Я слышал много других женских исполнений, которые совершенно великолепно донесли тот нерв и тот драйв, который присутствовал в его песнях. С мужчинами это встречается реже, но встречается. Я слышал несколько довольно, я бы сказал, очень удачных исполнений Высоцкого. У меня есть небольшое преимущество, что я, по крайней мере, пою на английском. И этот момент ассоциации, он немножко все-таки смазан чуть-чуть. Это мне дает некоторую долю, некоторую толику свободы. Знаете почему? Я не могу сказать, что я бешеный в восторге, а мы договорились, что вы не будете обижаться. Но почему вы не вызываете у меня, вернее, не вы, а ваше творчество не вызывает у меня такого бешеного протеста? Потому что, на мой взгляд, то, что вы делаете, имеет к Высоцкому самое опосредованное отношение. Вы создаете свои произведения как бы по мотивам творчества Высоцкого. Это совершенно отдельная история. И в этом плане это вас роднит с хорошим качественным переводом. Потому что профессиональные переводчики, российские, советские, не говорили о том, что настоящий перевод – это, в принципе, создание нового произведения. Отчасти. Но, с другой стороны, здесь можно также привести пример, допустим, любая постановка Шекспира в Советском Союзе. Это всегда была все-таки достаточно режиссерская работа. Это не было точной копией шекспировского театра 16 века. Вообще, Шекспир – это здесь, по-моему, очень хорошо. Постановки сравнивать бессмысленно. Это разное время и разные страны. В том-то и дело. Сравнивать имеет смысл переводы. Потому что, например, блистательные переводы Лозинского, с одной стороны, Шекспира, с другой стороны, блистательные переводы Пастернака. И не только его, и Маршака, и кого угодно. Они все отличаются, они все разные. И на основе того, что написал великий Шекспир, каждый из великих переводчиков, а на самом деле поэта высочайшего уровня, создал свое произведение. Ну, в том смысле, то есть я просто все равно это называю переводом, потому что они взяли оригинальный сюжет, достаточно оригинальные выражения или идиоматику оригинала. И просто достаточно аккуратно садили это в чуждую почву. И получилось самодостаточное произведение. Опять же, если бы какому-нибудь англичанину в 16 веке сказали, что его современника Вильяма Шекспира через 400 лет будут переводить и ставить в театре в одной далекой восточной стране, он бы, скорее всего, очень удивился. Я думаю, что он удивился, если бы узнал, что он переведен не только на русский язык, но и на все языки мира, в том числе и еще более экзотические, чем русский. Конечно. Вот, поэтому в данном случае, когда мне задают вопрос, хочу ли я быть похожим на Высоцкого, я говорю, что я скорее хочу быть похожим на Пастернака. Вадим, а что-то растет на этой почве? Я имею в виду, ну вот ваши переводы. Вам это важно, вашим близким важно, вашим друзьям важно. Я очень надеюсь, что вашим детям это будет важно, потому что, если эта стилистика в какой-то степени перейдет дальше, то мне это представляется важным. Я очень не люблю идиотские разговоры по поводу того, что мы живем в другом мире, нам не нужны русские книги, нам не нужны русский язык. Это слова, в общем-то, убодих дегенератов. Дело вкуса. Дело не вкуса, дело ума. Если люди несут что-то с собой, то расплескать это по дороге не имеет никакого смысла и заменить одну бочку другой. Лучше иметь две бочки. И кто готов это расплескать, тот просто идиот. Я не готов даже дискутировать на эту тему. Когда человек говорит, я счастлив, что мои внуки не говорят на русском, я сразу понимаю, что я имею дело с идиотом. Так вот, в данном случае несколько иначе. Вы пронесли благодаря вашим родителям, благодаря вам пронесут ваши дети. Для меня это важно. И для этой страны, для Америки это важно. Как мне кажется. Очень. Вопрос заключается в том, растет что-то на этой почве или нет. Вот ваши переводы, они здесь приживаются? Или на самом деле, если вы их сбрасываете вне своей компании, вне своего окружения, то люди пожимают плечами и говорят, ну какой-то сумасшедший парень выходец из Советского Союза, занимается какой-то фигней. Надо сказать, что американцы достаточно, вообще, это такой интересный вопрос. Американцы очень разные люди. Есть среди них люди очень открытые, есть среди них достаточно закрытые, как, наверное, в любой культуре. И среди открытых людей это, в принципе, пользуется довольно большим интересом. Потому что, да, это очень непривычно. И манера исполнения. А исполняю я в большей части все-таки вживую с одной акустической гитарой. Иногда только мне помогают какие-то мои друзья, музыканты. Но, в общем, это непривычный посыл, непривычная тематика. Но, тем не менее, это интересно. Высоцкий был великолепным рассказчиком историй. Его песни — это рассказы, очень интересные, каждый из которых содержит какой-то конфликт, с которым хочется себя ассоциировать, или, в любом случае, за которым хочется следить. И если я рассказываю, я выступаю в роли рассказчика, я в роли актера, я рассказываю эту историю, я играю ее персонажей. И большей частью люди, которые меня слышат, они, в принципе, как-то пытаются проникнуться, и иногда проникаются. Я могу привести, сказать, интересную историю. Как-то раз мне случилось выступить перед одной очень необычной компанией. Это были молодые рэперы из Гарлема. Совершенно случайно так получилось. Ну, в общем, я, естественно, скорректировал программу, выбрал более такие блатные. Более атакующие. Да, начинаю петь песни тот, кто раньше с ней был. Я вижу, им нравится, они просят еще. Я по вторую блатную песню, они просят еще. И, во-первых, их вот я просто вижу на моих глазах, начинают пронимать. Почему? Потому что, во-первых, в этих песнях есть жесткий ритм, на котором рэп основан. Во-вторых, рэперское ухо, оно вообще натренировано на слова. Они, фанаты хип-попа, они как раз... Они чувствуют драйв. Да, во-первых, драйв, во-вторых, они привыкли просто слушать текст, особенно рифмованный. В-третьих, тематика пьянка, девочки, драки и тюрьма, в принципе, тоже им достаточно близко. И они получили большое удовольствие и даже купили у меня все диски, чего я совершенно не ожидал. Просто каждому слушателю нужно найти свой ключ. И если человек открыт по природе, каким-то новым вещам, здесь есть во что им, так сказать, запустить твои зубы? Я вам хочу сказать, что на самом деле это похоже на правду, потому что, чтобы не говорили люди, одержимые снобизмом, для американцев этот жанр не новый. Я прекрасно помню, я был еще мальчишкой, мой учитель английского языка в английской школе, с которым несчастные родители мои заставляли меня заниматься частным образом, за что им теперь по гроб жизни благодарен. Он приносил пластинки американцев, работающих в этом жанре, причем не только вот, значит, атаки рэперского плана, которого тогда еще не было и в помине, но такой интеллектуальной элиты американской. Я помню, был такой очень популярный у них певец Том Лернер, который пел вот такие баллады, он пел такие городские романсы, тоже шутки. То есть, как бы в определенной степени часть американского социума к этому жанру подготовлена. Не знаю, как ко всем, но вот к таким вещам, как горизонт, который мы сейчас послушаем и посмотрим, наверное, да. Ну, а вы, конечно, помните, друзья, вам переводить не надо. Условия пари одобрили не все и руты разбивали неохотно. Условие таково, что ехать по шоссе, и только по шоссе бесповоротно. Субтитры сделал DimaTorzok The wager had its terms, both parties made demands, and then shook hands, in clear hesitation. There's really just one rule, I ride until the end, the highways end, and never change direction. The shaft is reeling in the miles, I ride along the power lines. Still, every now and then, I see a shadow, a man in black, a black cat, a black widow. They will not play it clean, I know it for a fact, I know exactly when. They'll try to slash my tires, I know where with a smirk, they'll sabotage my act. And where across the road, they'll stretch the wire. The power to the max, the needle sunk and jammed. The sand like bullets dashes by my side. And I just clamped the bar, until my wrists are cramped. There's little time before the screws are tightened. The shaft is reeling in the miles, I ride straight up the power lines. They're coming down hard now, but I hope that I will pass before they raise the rope.